Знакомьтесь, Арнольд. Что-то ты сегодня заигрался. Единственное разумное решение за день — лечь спать. Спокойной ночи. Целый день, проведенный за видеоиграми, не пройдет бесследно. После такого перевозбуждения может быть кое-что страшное. Сонный паралич. Фаза быстрого сна. Когда тело обездвижено, мышцы скованы, а ты при этом видишь и слышишь. В такие моменты случаются галлюцинации. И кажется, что на тебя взобрался демон. Но это ненадолго. Что такое, Арни? Боишься спать в темноте? Около 10% людей на всей планете страдают никтофобией — страхом темноты. Ученые полагают, что это заложено генетически. Наши предки боялись быть съеденными ночными хищниками. Поэтому в темноте воображение рисует самые жуткие картины. Кажется, за окном кто-то есть. Ха-ха, Арнольд! В битве с Икундяев ты бы занял первое место. Весь страх формируется в миндалевидном теле головного мозга. В этом полуторасантиметровом мешочке формируется ощущение страха. Правда, были случаи, когда у людей миндалевидное тело было разрушено вследствие болезни Урбаха Вита. Это отключает чувство страха навсегда. Но это точно не про тебя. Ты боишься всего, даже собственной тени. Ладно, уговорил я включу свет. Чтобы ты не думал, что тут кто-то есть. А спать с включенным светом – плохая идея. Это подавляет выработку гормона сна мелатонина, что может привести к лишнему весу. Поэтому выбор очевиден. Чтобы не стать толстым трусом, давай спать в темноте. Сори, Арнольд. Я не любитель кровопролитных сцен, поэтому мы с вами посмотрим интересную информацию. Давайте пожелаем новым друзьям Арнольда приятного аппетита и познакомимся с ними. Итак, оборотней называют ликантропами. Словом, пришедшим из античной Греции. Автором термина является историк Геродот, который две с половиной тысячи лет назад в описании Скифии упоминал о людях, способных мгновенно превращаться в волков. А вот что касается вампиров, то в словаре Оксфорда слово «вампир» впервые появляется в 1734 году. Арнольд, ты жив! Как я рад! Но что у тебя на шее? Не может быть! Первый человек, которого одновременно укусили и вампир, и оборотень. Мне уже интересно, как ты будешь теперь выглядеть? Пока ты ищешь идеальную форму, расскажу один занятный факт. В 1999 году 907 американцев оформили страховой полис против самих себя на случай, если они вдруг полнолуние превратятся в оборотней. Арнольд так тебя быстро раскроют. Нужно выбрать вид нечисти менее броский. Тем более еще в средневековые времена рыжие считались вампирами. О, Фрэнки уже добавляет тебя в друзья. Это приятно. Он тоже собран непонятно из чего. Мы знаем про вражду вампиров и оборотней. Я никогда бы не подумал, что увижу эту хрень в одном теле. Ха-ха-ха-ха ! О, ты проголодался. Теперь тебе нужно есть до двоих. Отправляйся на поиски жертвы. Идеальная жертва ! Бона computational! Арнольд, а ты где? А как ты хотел. Против природы не попрешь. Не забудь только убрать за своим песиком. Тоже мне кровопиться ! С такими успехами можешь вообще переходить на веганство. О, забыл тебя предупредить на двойное существо и двойная охота. Теперь надо оставить свою вражду, так как у вас теперь общие враги. Молитвы тебе уже не помогут. И, конечно, чеснок для тебя смертельно опасен, глупец. Мне всегда было интересно, сколько людей зараз может проглотить Трейнитер. Немного информации. Трейнитер — персонаж секретной организации СЦП, которая ведет учет и описание различных аномальных явлений на земле. На данный момент их насчитывается более пяти тысяч. Итог эксперимента — 37 человек зараз. Арнольд, собирай манатки, пора выбираться отсюда. Пока тебя не растворил желудочный сок Трейнитера. Просто взять и выпрыгнуть из поезда на огромной скорости — это плохая идея. Но ведь ты не в поезде, ты в желудке. Давай-ка вызовем рвотный рефлекс и освободим тебя. Подсказка, попробуй пощекотать сиденье. Ставь лайк за лайфхак, как выбраться из Трейнитера. И как теперь попасть обратно домой? У меня есть идея, а что если мы сделаем из тебя поезд? Железная дорога — это второй по популярности вид транспорта. А в США — самая длинная сеть железных дорог в мире. Встречайте, Трейн Арнольд. Честно, выглядишь скрипово. Не так, как милый Трейн Томас. Если представить, что все поезда были бы с человеческим лицом, думаю, на скорости их глаза ответривались бы каждую секунду. Поторопись, Арнольд. Ночью на тебя может напасть поезд «Монстр Чу-Чу Чарльз». Это главный герой одноименной хоррор-игры. Монстр, который появился загадочным путем из горного поезда фирмы «Чарльз Компани». Он питается животными. Есть легенда, что этот монстр уже живет тысячелетия. Жми поршнями, Арнольд! Ого, тебя даже не остановил мистер Бист с его экспериментом. Как видишь, победить Чу-Чу Чарльза не так-то и просто. Арнольд, дорога ведет прямо к обрыву. Это твой шанс. Готов пройти игру в космосе? Или полететь? На Земле тебя держит сила тяготения, поэтому подпрыгнуть или улететь не получится. Но если бы ты мог развить достаточно большую скорость, то мог бы преодолеть тяготение Земли. Сила тяготения и сила инерции уравновешивают друг друга, и ты можешь спокойно летать в невесомости вокруг Земли. Перемещаться в невесомости не так-то просто. Уж точно не с твоей грацией. Арнольд, кажется, ты открыл новый вид топлива — сероводородный. Поможет ли это тебе справиться с монстрами? К счастью, не ты один пропустил тренировки перед полетом. Осторожно, Арни. Кажется, ты нарушил герметизацию. Из-за открытого шлюза баланс газов нарушен. Скорей надевай скафандр. Ура! У тебя получилось! Но теперь другая проблема. Как ты теперь будешь слышать монстров? Так ты всех монстров распугаешь. Нет, ты не оглох. Просто в вакууме звук не распространяется. Звук распространяется волнами. Вибрирующий предмет передает свою вибрацию соседним молекулам или частичкам. В космосе молекулы воздуха находятся так далеко друг от друга, что не могут передавать колебания. Нет воздуха — нет звука. Так что лучше посидеть в шкафу. Пока дают. Кьюстон, у нас проблемы. Неужели это последняя дверь? Притвориться пришельцем, чтобы попасть в зону 51 — это гениальная идея. Но настоящие инопланетяне, наоборот, хотят оттуда выбраться. Ууууу, надеешься увидеть серых человечков? Эх, стереотипы. В детстве ты уже видел серого инопланетянина с большой головой и черными глазами. Это твоя мать. Младенец всегда обладает астигматизмом, так что первое лицо, которое он видит, выглядит так. Астигматизм постепенно проходит, но образ гуманоида остается в подсознании. Ух, тут столько всего! Инновационные технологии. Лекарства от неизлечимых болезней. Ответы на вечные вопросы. Арни, а ты в курсе, как вообще выглядят пришельцы? Что ж, сейчас узнаешь. Жизнь существует благодаря естественному отбору. Все существа стремятся передать генетический код новому поколению. Если эволюция везде движется одинаково, то пришельцы должны выглядеть как мы. Ну, может, с некоторыми отличиями. Оу, какая красивая девушка со смертоносными челюстями! Беги, Арнольд! Она сильнее, чем медведь-гризли. А вот и спасение для нее. Парни, шериф вряд ли поверит чуваку с такой прической. Ну и, конечно, никакого НЛО никто не найдет. А вот ты кажешься помешанным на инопланетянах. Арнольд, все считают тебя сумасшедшим. Ведь рептилоидов не существует. Ученые думают, что инопланетяне выглядят как-то так. Встречайте актомит. Коллективный разум, состоящий из живых организмов. Он живет под землей, а макушка торчит снаружи, переваривая свет фотосинтезом. А тростки внизу рождают личинок, которые превращаются в бабочек и опыляют основной организм. Хм, а психбольница изменила тебя за один день. Радуйся, ты слишком много знаешь, поэтому тебя приглашают работать в ФБР. Тебе откроют все тайны НЛО. Хм, как-то подозрительно. О нет, что происходит? Эксперимент пошел не по плану. Теперь это не сон. Это ночной кошмар. Быть съеденным бомжом не самая приятная смерть. Даже во сне. О, ты проснулся! Или нет? Во сне время движется иначе. Из-за медленного сердцебиения организм тратит меньше энергии, а мозг работает с той же скоростью. Восприятие времени зависит и от типа сновидений. Ты можешь прожить жизнь во сне, а в реальности пройдет пару минут. Хм, почему все кругом такое странное? Может, такая ответит? Все ясно! Ты в люцидном сне! Это состояние, когда тело спит, а психика нет. Люцидного сна можно достичь путем долгих тренировок и дисциплины. Или же использовать псилоцепины. Спортсмены используют люцидные сны, чтобы без повреждений отработать движение или даже вылечить фобии. А у тебя был управляемый сон? Напиши в комментарии. Выйти из люцидного сна сложнее, чем в него попасть. Эй, есть идея! Во сне ты можешь делать что угодно, а в реальной жизни ничего не случится. Может, хотя бы так ты проживешь жизнь, о которой мечтал. Ничего себе! Новое сообщение! Тебя зовут на свидание, Арми! Твоя безобидная фотка в соцсетях, как и миллионы других, формирует базу данных для распознавания лиц на улице. В США каждый второй взрослый состоит в базе данных, и его можно отследить с помощью 50 миллионов уличных камер. Поэтому искусственный интеллект с вероятностью 99% найдет тебя где бы ты ни был. А вот с твоим гардеробом не поможет ни один искусственный интеллект. Ведь трудно выбрать между двумя зелеными футболками. Арнольд, главное правило — будь собой и выгляди естественно. Но не настолько же. Базу данных популярного GPT-3 можно сравнить с 285 тысячами книг по 200 страниц каждая. Если человек будет читать по 7 книг в неделю, то уже через 5470 лет он может прочитать последнюю. Искусственный интеллект справится с этой задачей за 5 лет, что будет на 101143% эффективнее человека. Волнуешься? Я тоже. А вот и она. Вау, красотка! Как она клюнула на тебя? Подозрительно. И она смеется с твоих шуток? Очень подозрительно. 10 страйков подряд? Как-то подозрительно. Арни, ты же ужасный фотограф. Да ладно! Она что, робот с искусственным интеллектом? Кажется, она от тебя хочет не любви, а кое-что другое. Лучше сматывайся, Арни. В гранатомете XM-25 используют искусственный интеллект, способный сам распознавать цель и выбирать способ взрыва. Но популярным оружием с искусственным интеллектом остаются беспилотники. Они могут распознавать лица на расстоянии мили и делают это не более чем за 2 секунды. Но кто его знает? Может, эти дроны будут скидывать вовсе не бомбы? Арнольд, тебе просто так не избавиться от этой кибермадам. Идея. Ее телефон у тебя? Скорее, Арнольд! Нужно как-то ее отключить! Жми на красную кнопку! Что читаешь? Это же три признака маньяка. Первый. У него на лице может быть устрашающая маска. Хм, а ты уверен, что стоит читать такое в уединенном парке? Второй признак маньяка. Нож или другое оружие в руках. Ты точно хочешь узнать третий признак? У маньяка огромные силиконовые... А, нет, не это. Он всегда нападает неожиданно. Борись за свою жизнь, Арнольд! Попытайся как-то отвлечь внимание маньяка и улизнуть. Ладно, забудь. Лучше беги в общественное место и привлекай внимание. Почему никто не реагирует? Психологи советуют вместо слова «помогите» кричать «пожар». Так люди быстрее обратят на тебя внимание. Позвонить в полицию – отличная идея. Теперь через 48 часов после твоей смерти тебя точно начнут искать. Шучу, просто продержись до их приезда. А сейчас беги. Тем более время на посещение спортзала закончилось. Кажется, ты смог оторваться. Но не спеши радоваться. Некоторые маньяки месяцами выслеживают жертву. И могут предугадать, куда она побежит. Кстати, темный переулок – неудачное место для пряток. Похоже, тебе уже ничего не поможет. Кроме разве что… Втереться к маньяку в доверие. Мотивы маньяков различны. Одни жаждут власти, другие страдают галлюцинациями, а кто-то считает себя очистителями общества. Но абсолютно все они одинокие и глубоко обиженные люди. И если отнестись к маньяку хорошо, то есть шанс спастись. Да, тебе придется вытерпеть несколько пугающих поступков и выслушать его бредовые идеи. Но когда-нибудь это закончится. Главное – ни за что не выдавай свои настоящие эмоции. Помни, спасение придет. Останется лишь объяснить полиции, почему маньяк считает тебя своим лучшим другом. Думаю, тебе стоит узнать побольше о предстоящей операции. Впервые удалось пересадить голову одной собаки на тело другой, Чарльзу Гатри, в 1908 году. Вторая голова была пришита к шее целой собаки и перевернута челюстью вверх. В 1950 году. Демихов добился полного функционирования второй головы и пересадил 20 голов с передними половинами собак. А затем была обезьяна, которая после операции даже пыталась укусить одного из врачей. В 2013 году Серджо Канавяро объявил о планах пересадки человеческой головы. Оценочная стоимость – 12 миллионов 800 тысяч долларов. В 2017-м под его руководством трансплантировали мертвую человеческую голову на труп. А тебе идет. Теперь пора репетировать ваш номер. Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь эти прекрасные головы. Тебе нужно будет джонглировать, пока ты едешь на одноколесном велосипеде с трамплина через горячие обручи. Кажется, им не нравится, что ты такой бестолковый. Постарайся не мешать профессионалам управлять твоим телом. Все, что от тебя требуется – это не испортить номер. Звездный час настал. Грандиозная премьера. Все взгляды устремлены на вас. Сегодня вы главный номер в шоу. Ни пуха, ни пера, Арнольд. Ты отлично справляешься. Еще чуть-чуть и... Это что, Дагая пришла на тебя посмотреть? Нет, нет, не отвлекайся. Не отвлекайся. Только не сейчас. Вот дурак. Ты опозорил и себя, и братьев Труль. Нашелся, джентльмен. Это был величайший провал. Мир поглотила новая эпидемия. У зараженных меняется цвет кожи. Все лицо покрывает ужасная сыпь, непрерывный кашель и выпадают передние зубы. И чтобы не сидеть на изоляции, люди массово вакцинируются, покупая сыворотку на черном рынке, осознанно подвергая себя риску. Ведь эта вакцина не прошла сертификацию. Но это делается ради того, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни. Поглядите-ка, кто это? Арнольд! Ты что тут забыл? А, у тебя свидание. Круто! Но мог бы найти место поромантичнее, чем это кафе на отшибе города. Вот и она! Вау! Что ты такого ей пообещал, что она пришла к тебе на свидание? О-оу! Откуда здесь столько зомби? Арнольд, кажется, у Сьюзи проблемой. Зомби обыкновенный. Имеет зеленый окрас кожи и жуткий запах. Может показаться, что это обычный геймер, который не ел трое суток. Но нет. У зомби свой рацион. Обычно эти милые создания питаются человеческим мозгом. Поэтому могут быть абсолютно безопасными для таких безмозглых существ, как ты, Арнольд. Кто это? Ничего себе! Да это же Чак, мать его, Моррис! И у него тут целый арсенал. Сейчас он пустит его в ход. О, ужас! Это даже для меня жестоко. Ну, очень круто. Господи, как же тут много зомби! Похоже, остался только этот здоровяк. И это ты называешь ударом? Вот это удар! Кажется, свидание отменяется в связи с непредвиденной зомби-атакой. Пора сматываться. Чак! Чак! Дави на газ! Фух, кажется, пронесло. О, нет! Гляди, Арни, у вас со Сьюзи все-таки есть что-то общее. Она так же, как и ты, неожиданно теряет пальцы. Кажется, ей становится хуже. Скорее, нужно спасти ее! Это тот, кто нам поможет? Кто он вообще такой? Григорий Распутин — самая загадочная личность 20 века. Ему приписывают гипнотические способности и необычайный дар исцеления. Был личным врачом и целителем царя Николая Второго. Редко мылся. И однажды заявил, что на протяжении полугода не менял нижнего белья. А тут все в лучших традициях русских вечеринок. Вот как балалайка, медведь, танцы до упаду. И вот тот, кто нам нужен — Григорий Распутин. Ну и здоровяк же он. Кажется, наш целитель перепил 40-градусного зелья. Все только и говорят про новую сыворотку. Многие уже испробовали ее действия на себе. Но оказывается, у нее есть побочный эффект. Люди превращаются в зомби. Похоже, этот Распутин — настоящий наркоман. Фу ты, некроман. Он воспользовался ситуацией и изобрел сыворотку, которая уничтожает вирус, но превращает живых в зомби. А мертвых воскрешает. Даже Чак в шоке. Черт побери, как он это делает? Он еще круче, чем в фильме «Техасский рейнджер». Так вот, у кого Ван Дамм брал уроки. Упс. А вот и папочка. Этого здоровяка не просто будет уничтожить. Арнольд, остался только ты. Арнольд, ты настоящий боец. Вспомни все то, чему я научил тебя. А главное помни, нет никакого врага. Самый главный мрак — это ты. Арнольд, неужели ты? Прощай, Арнольд. Эй, кто выключил свет? Арнольд лучше ничего не трогай. Что происходит? Беги, Арнольд! Матерь Божья, похоже, мы оказались в 13 веке. Прямо во времена Священной Инквизиции. Вот это крутая экскурсия. Основной задачей Инквизиции была борьба с еретиками. Эй, Арнольд, а тебя-то за что? Кажется, я понял. Они приняли телефон за орудие черной магии. Инквизиция плохо ладит с прогрессом. Когда Галилей доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, это тоже противоречило католическим представлениям. Арнольд, тебе не повезло. В те времена всех рыжих подозревали в связях с дьяволом. Успокойся. Сначала тебя просто допросят. Присаживайся. Здешние стулья специально сделаны из железа, чтобы их можно было нагреть. Обычно признания добивались с помощью пыток. Тебе нужно отказаться от ереси, Арнольд. Во времена Инквизиции было много язычников. Их обряды принимали за черную магию. Язычников старались обратить в католичество. Ну же, Арнольд, прими католичество, и ты свободен. Это правда. Инквизиция иногда отпускала раскаившихся. Святые угодники, что опять? Похоже, что на тебя кто-то донес. Люди часто обвиняли в ереси друг друга, чтобы устранить своего врага или конкурента. Не знаю, вынесешь ли ты новые пытки. Познакомься, Арнольд. Испанский сапог. Вилка еретика. Колыбель Иуды. Арнольд, я все-таки советую тебе признаться во всем. Вот так. Распишись, что являешься магом-некромантом и гномом. Но есть и плюсы. Пытки закончились. А Инквизиция на самом деле не казнила людей. После признания преступнику выносили приговор в государственном суде. Спокойно, Арни. Никто не будет тебя сжигать. По закону тебе всего лишь отрубят голову. Ого, похоже, что все испугались твоей способности выпускать пламя из рук. Это похоже на сильную магию. Какие же дикие эти средневековые католики. Верят во всякую. Он в космосе. У нас тут вечеринка в стиле Among Us. Это популярная игра. Количество игроков перевалило за 500 миллионов. А это больше, чем население левого полушария. Больше, чем у любой другой игры в истории. При этом 97% игроков играли в бесплатную версию для мобильных устройств. Но большую часть дохода для разработчиков генерировала платная версия для персональных компьютеров. Я не зря выбрал коричневый цвет. Ведь этот цвет выбрасывают за борт реже всего. А вот черный выбрасывают чаще всего. Более 90% случаев. И это как раз твой цвет, Арнольд. Игра началась. Здесь главное действовать быстро. Ведь в любое время могут... А вот и первое убийство. Не переживай, тут много детективов. Они сразу разберутся, что ты не убийца. Упс, по-моему, тебя подставили. Пора смываться, пока тебя не выкинули в космос. В игре нужно выполнять задание, чтобы дать понять остальным игрокам, что ты не убийца. Упс, этот отсек уже занят. Не будем мешать этой парочке. Появилось задание. Тебе нужно потушить возгорание в электроприборном отсеке. Кажется, получилось. Тебе поверили. Быстрее помоги игроку. Кажется, я видел огнетушитель. Арнольд, кто-то серьезно подготовился, чтобы тебя подставить. Тем более, что по статистике отсек электроприборов и админка – самые-самые опасные места. Раз уж ты предатель, тебе нужно взорвать двигатель и выиграть игру. У тебя не получается. Это круто, Арнольд. Значит, ты не настоящий предатель. Поздравляю. Берегись. Вот ты и попался, дружок. Прости меня. Нам было весело, но сейчас нам с тобой не по пути. Но мы знаем, что ты не предатель. Осталось узнать, кто же это. А ведь иногда убийца гораздо ближе, чем кажется. Это еще один урок для тебя, Арнольд. В ОМОНГ нет друзей. Срань господня. Это же Джейсон Вурхис. Арнольд, пиши завещание. Джейсон – это семифутовый безумец с огромной тягой к насилию. Бежать и прятаться бесполезно. У него есть необъяснимая способность неожиданно появляться позади своей жертвой. Лучшая защита – это нападение. Устрой ему ловушку. После удара молнии Джейсон стал суперустойчив к повреждениям. Но против пилы у него шансов нет. Господи, ты как обезьяна с гранатой. Ничего доверить нельзя. Вот это поворот. Наверное, Джейсон не мог позволить, чтобы ты умер от его рук. Чего радуешься? Вурхис всегда воскресает. Поэтому надо поскорее придумать план «Б». Если его нельзя уничтожить, тогда надо ограничить движение. Если залить его ноги бетоном, он не сможет тебя преследовать. Проблема только одна. Бетону надо несколько часов, чтобы укрепиться. Тебе остается всегда держать Джейсона в поле зрения. Сердце — это насос, который заставляет кровь двигаться по всему телу со скоростью 40 километров в час. Путь, по которому проходит кровь, составляет 100 тысяч километров. И если все эти сосуды сложить в одну линию, то ею можно два раза обмотать земной шар. Три, два, один, стоп! Намочил трусишки! На сокращение сердца уходит 0,4 секунды. И столько же на отдых. Если сложить все паузы за одну среднюю жизнь человека, то окажется, что сердце отдыхает больше 20 лет. Поэтому остановку на одну наносекунду никто даже не заметит. Но я уже придумал, как все исправить. Присмотрись. Сердце напоминает двухэтажный дом. Наверху две комнаты, называющиеся предсердиями. Правая и левая. А внизу — желудочки. В обычном режиме кровь из предсердия выталкивается в желудочек с таким давлением. Субтитры создавал DimaTorzok